Добрый день всем! Спасибо, что подключились. Ну что, мы переходим к матчу между командой Альянс и командой Майнсенити. Это Дота Пит. И у нас уже позади 3 минуты небольшие технические неполадки немного к началу не успели. Ну вы тоже, наверное, не успели. Вас вообще пока нет на трансляции. Собственно, начинаем данный матч. И начинаем его именно с Фёст Блада. Пайкат на снайпере. Даблкилл в миде. Просто с места в карьер. Только начинаем сразу же. Даблкилл у нас от Пайката 2-0. Впереди команда Альянс. Ладно, давайте по пику пробежимся. У команды Альянс. Тренд Протектор. На котором отыгрывает Мэтчка. Никва играет у нас на Джакира. Топ вообще чудной у команды Альянс. Но этот топ, по-моему, набор вышибал полнейший. Хаки играет на Венжу Фулл Спирит. Слардар отыгрывает... На Слардаре играет у нас Лода. Ну и снайпер для Пайката в мид. Крутые стендыны. Крутые основные игроки. Майнсенити уже проблематично себя чувствуют. Годжуан Дота. Фармит топ на Тролле. Шейкер у нас, на котором играет Милан. Так, зацепили Никву. Где Фессура? Фессуры нет, пока Милан просто стопит. Айспес под ноги Годжуан Дота. Ну, надо цеплять. Фессура зачем вообще нужна Шейкеру, если... Так бездарно ей распоряжаться. Ну, зацепили Никву. Никва вряд ли отсюда уйдет, хотя шанс еще есть. Хотя на последний удар Никва отпивается. Хилинг Селф бежит отсюда. Айспес еще раз под ноги. Уходит Годжуан Дота. Точнее, уходит Никва. А Годжуан Дота остается ни с чем. 3-0 в итоге. В итоге у нас Зевса забрали и сделали это в том же месте, где им драка между Альянс и Майнсенити происходила. Я имею ввиду топ-руну. Ну, давайте глянем по Нетворцу, в принципе, что у нас. 5 минут позади. На первом месте Пайкат на Снайпере. Уже имеются фейсбуцы, уже есть рейсбенд. Еще и 1200 сверху капнул. А Слардар, на котором отыгрывает Лода без проблем и без какого-либо сопротивления со стороны Майнсенити, фармит на нижнем лайне. Уже насобирал себе Пауэр Трэдс, есть Хилинг Селф, есть Таут Шилд. Приятная атмосфера у Лоды. Никто не мешает, только он. Тишина, Крипы и Шум Леса. Карты Дота 2. Коул на миде. На Зевсе. Боттл имеется, Сейдж Маск и Бутс оф Спид. Пока ничего. В Курьере тоже, собственно, для Кола ничего не лежит. Ну, у Милана тапок есть, и там Курьер Варды должен нести саппорт у команды Майнсенити. Небольшие настроечки. Ну и, собственно, возвращаемся в матч. 2000 по Золоту Альянс выигрывает. По Экспириенсу тоже 2000 в пользу команды Альянс. Ну, шведы посерьезнее выглядят, чем Майнсенити в начальном этапе. Собственно, и дерутся поудачнее, и ведут себя понаглее. Пайкат зацепил Коула. Скорее всего, забирает. У Коула шестой левел есть. Можно попробовать хоть что-то сделать перед смертью. Нет, Коула у нас просто отъезжает. Но, опять же, здесь висел подхилл от Трэнд Протектора. Тут особенно не по быку. С стороны Коула. Элементарно не сбить его было ни одним из спилов. Ну и решил не тратить ульту. В принципе, ульта дорогая. И она пока единственная в составе команды Майнсенити. Мы переносили и переносили матч. Начали в итоге на час раньше заявленного времени. Ну, вроде как подуспели. 4-0 на данный момент. Alliance 3000 по золоту, по экспириенсу тоже 3000. Что у коргероев появляется? У Слордара 1500 после Power Threads уже имеется. Лода наверняка выходит в даггер. Собственно, больше и некуда выходить. 5-0. На топе. Джекира забирает у нас Лизарда. Который отыгрывает на Рубике. Ну, хотя бы Гоуджуан Дота у нас живет и пока не умирает. Но 5-0 это по аннигиляции. Вы прекрасно понимаете. Alliance в итоге задавят. Тем более ранние левела на том же мэджике. Это очень важно. Разумеется, Living Armor топ уровня на 7-8 минуте. Вообще непробивная ерунда будет для Майнсенити. Много чего может и выйдет. Тот же Зевс остается вообще без руки. С Сергеем. А Мич в лесу у нас практически насобирал на даггер уже. Ну, остается всего ничего 80 копеек. Тогда, возможно, Майнсенити смогут отвечать более-менее вменяемым врывами. Милан на шейкере. Голый в одном тапке. Пайкат Сэнш себе принес. Энжин Яша у нас готовится для снайпера. Нам он Пайкат забил. Тут надо... А я, кстати, не знаю, почему Пайкат забил у нас на Мом. Чего он конкретно боится. Хотя время идет. Постепенно Слардар зарабатывает. Не Слардар, а постепенно Шейкер зарабатывает левел. Постепенно Сэнд Кинг выходит в некий фарм, некий левел. Там переживать будет что. Рассказ у команды Майнсенити крутой. Тут две глобал ульты АОЕшные. Очень серьезные. Я, конечно, говорю об Эхо Слэме и... О эпицентре от Сэн Кинга уже имеется эпицентр. И в три вкачан что подкоп, что Сэн Сторм. Там дэмэджа будет достаточно. Снайперу надо бы укрепиться. Потому что под Момом Пайкат просто развалится. От одного эпицентра со стороны Митча. Милан пока без даггера. У Милана не очень хорошо идут дела. Тут фарма практически нет. Один крип за 9 минут. Ну и одна смерть. Побежал у нас Лода. Поджег Милана. Пока что не врывается. В принципе, на даггер уже имеются деньги у Лоды. Думаю, это вопрос нескольких секунд. Лода побежал за даггером. И надо Милану отсюда бежать. Еще раз. Амплифай дэмэдж на Милана. Даггер появился. Надо врываться. Просто появился. Просто даггер Митч у нас раскастовывает ульту. Врывается под Лоду. Скорее всего, Лоду заберут. Да, Лода. Нет, Лода перед смертью умудрился еще забрать у нас. Меча и уходит. Не меча, точнее, а Милана. Уходит. Ну, правда, недалеко. Аж копье отлетело в другую часть леса. Ульта пошла от Зевса. Наконец-то. Пап, клич, Зевс ульт. Зевс ультанул. Лода рассыпался. Два фрага заработала команда Майнсэнити. И, по-моему, да, один колд заработал и один заработал у нас Лизард. Ну, отъехал... Отъехал Тренд Протектор и отъехал Слардар от Лоды. Мом все-таки появляется у Снайпера. Ну, после укрепления пошел в Мом. Да, Яши, наверное, немного. При наличии Мома, при наличии Фазов здесь очень сладкая булка в виде Зевса будет. Тут просто подходи и убивай. Даже думать нечего. Лода заходит у нас в спину на топ-лейн. Лизард на лоу-хп. Просто надо ворваться. Промазывает Лода станом. И теперь потратит, наверное, секунд пять еще гонять здесь по кустам Рубика. Рубик еще ответил станом от Лода. Ну, Рубика в любом случае здесь разберут. Мув был интересный. Правда, мясом команда Alliance задавила. Втроем вышли под Т1. В кустах там понапрягали. Немножко Майнсейнити. Фраг заработали. 8-2 счет. По золоту. Три с лишним Alliance. По экспириенсу тоже три с лишним в пользу команды Alliance. Пайкат. Майкола. Майкол рассыпался. Какой раз у нас умирает Зевс? 1-5-1. Ну, прекрасный, отличный вкус, отличное начало. Майнсейнити по всем фронтам, по-моему, трещат. Топ загнобили. Низ тоже, в общем-то, напряженный был. Ничего здесь Лода по фарму практически не потерял. Разве что последние пару минут. Но он бегает и убивает. Если не убивает, то присутствует при убийстве. Ликвид Файр промакшен у Джакира. Никва здесь в пуш. Направляется Ай Спэс в один. Ну и в один Дуал Бресс. Врыв от Гоу Дживандоты. Сразу же подожгли его. Стан пошел у Атаки. Собираются загнать здесь Никву. Ну, скорее всего, это получится. Хотя под Ливинг Армором еще живет у нас Никва. Нет маны, правда, на Ай Спэс. Вот бы здесь зацепить двоих смешно было бы. Да, Никва рассыпается. Рубик украл у нас Амплифай Дэмэдж. Не лучший из скиллов. Но, тем не менее, и не худший. Милан цепляет у нас Мачку. Разорвали на куски у нас Тренд Протектора. Ну, два безответных фрага. Это великолепно для Майн Сейнити. Полторы тысячи по золоту поднимают. Все как нельзя лучше сложилось в этом файте. У Коула появляется Соул Ринг. 600 сверху. Коул пошел по лесу собирать здесь стаки. Ну, хоть что-то надо да выформить. У Коула печальная ситуация абсолютно. 1-5 счет. В это время у Пайката, мидера команды Альянс. Стендина. 6-0-0 стата. Ну, это... Это круто. Это действительно круто. 7 тысяч. Общий нетворс у Троля, который первый в составе команды Майн Сейнити, 5500. Ну, разница более чем ощутимая. У Слардара практически как у Троля. Лода что-то подприуснул на фонтане у нас. Нет, двигается. Отправляется на нижний лейн. Ну, можно попробовать с Пуши Тауэр. Liquid Fire промакшн. Лоды с руки уже нормально. Под соточку. Просто удары с руки. Поджигай мяча. Топай под ноги. Лови в Айспес. Айспес, кстати, сразу же отправил у нас Никва. Лода заходит в лес. Ульта пошла от Зевса просто прочекать, где кто. Зацепили здесь тренд протектором. Матшка разваливается. На лоу хп у нас Лизард. Еще один... Еще одна шрапнель от Пайката. Wicked Seek для мидера Alliance. Ну, Пайкат просто он фаер. Тут непонятно, что вообще с ним сделать. Оставьте Пайкату этот фраг. Оставили. Монстер килл на 13-й минуте. 8-0-0 идет. Снайпер. Что это за пулеметчик будет в течение, я думаю, 5-10 минут. 5-10 минут. Я даже боюсь представить. Сенжин Яша уже должен лететь по Икату. Через 10 копеек появится данный артефакт. Это на 14-й минуте. Есть Фазы, есть Мом, есть Сенжин Яша. Еще и Рейсбенд просто как вишенка на торте. Лода врывается у нас на Т1. Развалили. Правда, никто не забрал. У Никвы, о чем вообще говорить? У Никвы уже имеется Форстаф, у него есть Транквил Буци. Формил сложную. Но это Джакира, который фармит, ну, наверное, не так хорошо, как, например, фармит Тролль Варлорд. У Тролля Доминатор, у Тролля Фейсбуци, ну, немного. Действительно, немного. Пайкат здесь вообще гениально отстоял 8-0-0. Он, наверное, в сравнении идет, но Лода примерно так же, как Тролль идет. По золоту. 4 с плюсом, Alliance. По экспириенсу, практически, практически. По экспириенсу, ну, тоже 4 с плюсом, где-то под 5. Годлайк уже от Пайката. Развалили Шейкера. Развалили здесь еще и Зевса. А где же, ребята, сыпятся? В четвером выходят на мид-лейн. Тауэр начинает гореть. Ликвид Файр четвертого левела. Подожгли Тауэр. Тауэр, в принципе, уже не жилет. Сэн Кинг. Готов ворваться, но надо кого-то под Сэн Кинга, потому что... Ну, потому что одним эпицентром здесь не отделаться. Команда Alliance перефармлена, причем очень серьезно. Ливинг Армор четвертого левела. Матчка тут ману заливает, хп всем заливает. Венжи Фулл Спирит тоже уже 8-й левел, плюс какие-то артефакты постепенно появляются. Там хотя бы Пауэр Трэдс и чем ее убивать, тоже непонятно. Тем более, все время файта Пайкат стоит и расстреливает команду Майн Сэнити. Он уже 10 фрагов настрелял. На 16-й минуте 10-0-1. Все себе забирает. Да, у Майн Сэнити беда полнейшая. 8 тысяч по золоту, по экспириенсу 6 тысяч также в их пользу. У Мэджки будет ли появляться агоним на Тренд Протекторе? Интересно было бы посмотреть на его использование в профессиональной доте. Почему бы, собственно, нет? Если будут деньги, пока что 0.300 там, ну, гляди, там дела устаканятся немножко у саппорта команды Alliance. И можно будет позволить себе даже такие изыски доты. Майн Сэнити зажаты на собственной половине. Выходить за реку нет вариантов. Так, Лизард у нас решил подприукрасть. Ливенгармор приукрал. Не успел даже на себя толком бросить. Рассыпался очень быстро. 15-5 счет на данный момент. 6 тысяч. Даже какие 6? 8 тысяч золота Alliance. Ну и где-то 7500-8 по экспириенсу. Т2 на топе горит. Liquidfire свое дело делает. Таура бедняги просто бесполезны. Они сами не могут отбиваться от тех же крипов, от героев так тем более. Ну, Джакира такая особенность. Кстати, по-моему, в последнее время очень неоправданно забытый персонаж Джакира. Почему его так редко берут? У меня, конечно, вопросы. Действительно, не частый гость он в пабах. Потому что такие ребята, как Венга, как Снайпер, как Тролль Варлорд. Ну, без них вообще даже невозможно представить сейчас профессиональную игру. А вот почему Джакира у нас после Ти-4 перестал браться, это действительно вызывает у меня ряд вопросов. Мачка ищет кого-то, ищет жертву. В принципе, Overgrowth уже имеется. Есть Point Booster. Мачка все-таки выходит в агоним, но и ситуация позволяет. По золоту Trend Protector что-то дособирает себе. Да, конечно, провал. Так, зацепили у нас Никву. Никву заберут. Забрали. Мич не стал. Юзать эпицентр. Здесь Эхо Слэм тоже не потрачен. Ну, через скиллы, через подкоп, через фессуру. Понемножку маны потратили. Ну, это нужный фраг для Майнценити. Тысячу золота на одном саппорте. Заработали. Джакира у нас постепенно выходит в Ю. Уже имеется Force Staff, есть Транквилл Буцы. У Пайката появляется Демонедж. Как я понимаю, Пайкат у нас в криты идет, или Пайкат у нас настолько осмелил, что в рапиру решил отправиться. Пайката, скорее всего, поймали. Надо забирать. Куда пошел Мич? Дерись же ты, черт возьми. Уходит отсюда Мич. Разменяли на пустоту одного Рубика. Холли щит уже для снайпера. 2200 на руках после Демонеджа. Но здесь с руки огромное количество демеджа. 16-й левел вот-вот. После двух-трех крипов будет. В МКБ отправляется у нас Пайкат. Остается всего 700. А теперь еще и меньше. Остается всего 300 до... Даже 200 до МКБ. Ну, фармит невероятно мощно у нас. Мидер команды Alliance. Стенд-ин Пайкат. 640 на 19-й минуте. 640 ГПМ. Это, по-моему, вообще превосходный результат. 10 тысяч по золоту Alliance. По экспириенсу 7,5. Также в их пользу. Коул без артефактов. Поставили на мид Зевса. Зевс рассыпался в щепки вообще от Пайката. Думали, что будет харасить, как я понимаю. Игроки Майнсэнити. Смысл тут харасить, когда Living Armor нон-стоп вешается. МКБ прилетает Пайкату. Слоу-граунда. Тауэр сыпется. Дефать нечем. Liquid Fire туда. Ну, фиссура, не фиссура. Какая снайперу вообще разница? К Никве отходит данный Тауэрн. Тысяча по золоту уже имеется у Джекира. И рецепт на Иул готов. Тут осталось всего ничего там 100 копеек. До Sage Mask. Пайкат заходит на хайграунд. Бросил шрапнель, начинает разваливать бараки. Ну, а чё стоять вообще? Скукотища такая. Конечно, надо заходить и... Бараки забирать. Милана зацепили. Милан моментально развалился. Пайкат полностью впитал в себя эпицентр. Ещё и под Момом, ещё и под Зевса верхним скиллом. Пайкат теряет Аегис. Но при этом надо понимать, что команда Майнсейнити потеряла практически все ульты. Ну всё, Пайкат теперь. Живой и здоровенький. Под Ливинг Армор. Развалил Зевса. Развалил Троля. Развалил троих. Триплкилл для Пайката. 15-0-3. 21-ая минута. 15 килов от Пайката. 6 ассистов. Понимает команда Майнсейнити, что это путь в никуда. Всё. ГГ, ВП. Развалились. ГГ. Гоу, Некст. Всё, ждём. Некст. Что у нас? Вторая катка на... На очереди. Ждём. Сможет ли Майнсейнити собраться? Ну, в принципе, может. Наверное. Тут проигран пик был, безусловно. Один тренд протектор полностью дисбаланс внёс в ряды команды Майнсейнити. Всё. Услышимся через пару минут. Пока небольшая пауза. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова